здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на тесте ford explorer рестайлинговый 2016 года выпуска сборка данного автомобиля по полному циклу осуществляется в городе елабуга недалеко челнов давайте наверное традиционные начну с комплектаций из оснащения этого автомобиля самая доступная комплектация это x lt двигатель 3 5 249 лошадиных сил полный привод 2 миллиона девятьсот тренадцать тысяч рублей наш вариант комплектация следующие limited объем 3 5 мощность также ты 249 лошадиных сил и стоимость 3 миллиона двести восемьдесят три тысячи рублей затем идет комплектация limited плюс стоимость 3 миллиона четыреста тридцать четыре тысячи рублей и комплектация спорт три миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи рублей в нашем варианте это атмосферный двигатель также доступен и двигатель с турбонаддувом объем также 35 но мощность 345 лошадиных сил опять таки 249 лошадиных сил все это связано с нашим законодательством то есть производитель опять-таки уйдет идет нам на уступки значит какие новшества принес этот рестайлинг во первых виды изменились фонари и фары то есть головная оптика уже в стандартной комплектации вы получаете светодиодные фары ближнего света светодиодные дневные ходовые огни и задние светодиодные фонари потом по ходу тест-драйва также еще я вам расскажу несколько нюансов вообще портрет покупателя данного автомобиля это мужчина 35 50 лет уже состоявшийся семейный который ценит комфорт удобство и практичность но также любит драйв что касается технической составляющей этого автомобиля максимальная скорость 183 километров в час составляет от 0 до 100 за 8 7 расход топлива у нас 15 литров по городу и по трассе 8 8 заправляете 92 или 95 до он адаптирован к этому топливу расположение двигателя передняя продольная это атмосферник 35 мощности 249 лошадиных сил и крутящий момент 346 ньютон метров это v-образная шестерка 24 клапанный двигатель автомат здесь старый так скажем ничего не изменили это гидротрансформатор 6 диапазонный привод полный длина данного автомобиля 5019 миллиметров ширина 1 тысяча девятьсот 8 миллиметров и высота одна тысяча семьсот восемьдесят восемь миллиметров а также колесная база 2860 миллиметров объем багажного отделения он здесь огромный три ряда сидений 595 литров если сложить спинки задних сидений он увеличится и будет составлять две тысячи триста тринадцать литров объем топливного бака составляет 70 литров по подвеске передней подвески у нас независимая пружинная многорычажная и задняя также многорычажка тормоза здесь дисковые вентилируемые задние также дисковые вентилируемые кресла добавились с массажем по ходу тест-драйва и я вам тоже все расскажу основные конкуренты этого автомобиля это toyota highlander hyundai santa fe honda pilot kia sorento mazda cx 9 volkswagen touareg и nissan pathfinder опять-таки по цене ford explorer смотрится более выигрышно начинаем тест-драйв огромное спасибо марселю за то что присутствует на нашем тест-драйве я надеюсь он сегодня хоть что-то интересное расскажет про этот автомобиль какие-то моменты повторяется да хорошо сразу досадишься в этот автомобиль просторный комфортный вот сейчас сработал центральный замок сразу чувствуешь габариты понимаешь что это большой автомобиль больше пяти метров широкий представительный как минимум а здесь огромные зеркала также есть система долинга слепых зон зеркала с подогревом есть электропривод складывания широкая зона остекления за счет чего здесь шикарная обзорность есть камера заднего вида также есть камера переднего вида можно выставить режим на 180 градусов электро обогрев лобового стекла здесь безусловно присутствует вживленные нити переработали слегка центральную консоль наконец-то избавились от этих псевдо тачскрин кнопок сейчас это физические кнопки система sync здесь слегка переработана тачскрин экран он по-прежнему для многих окажется архи сложно потому что с первого раза разобраться что к чему крайне сложно наверное где-то после дня практики что-то становится более или менее ясно ну и все также подтормаживание и глюки остались в принципе не доработали этот момент есть система автопарковки также продемонстрируем здесь у нас в нашей комплектации трехзонный автоматический климат-контроль имеется сзади два входа два гнезда usb есть розетка полноценная на 220 вольт чтобы подзарядить тот же самый ноутбук либо любой гаджет 6 ступенчатый автомат очень расторопный учитывая что двигатель 249 лошадиных сил и я бы наверное все таки добавил 8 ступенчатый автомат чтобы каким-то образом реализовать потенциал этого двигателя потому что вот он все-таки слегка но ограничивает все лошадки всю степень сжатия и крутящий момент наверно одновременно сейчас мы как раз продемонстрируем немножко позже динамику этого танка приятное рулевое управление несмотря на то что автомобиль огромный внутри наверное не чувствуется таким легкое рулевое управление здесь установлен гидроуселитель руля 50 электром гидро я не посмотрел это чувствуется как гидроуселитель с таким приятным обратным усилием трехспицевый руль кожаный он слегка переработан много очень кнопок голосовое управление имеется электропривод крышки багажника кстати она открывается одним взмахом ноги также не закрывается камера заднего и переднего вида добавили форсунку с омывателя это немаловажно что она частенько пачкается даже на лексусе лх570 там не предусмотрено никакой системы омывания если даже сравнивать да а вот на мерседесах недавно я был на тестах там камера прячется то есть по необходимости включаете реверс она открывается нет необходимости она закрывается и тем самым у вас камера всегда остается чистой или как на бмв допустим она в логотип бмв у некоторых автомобилей прячется допустим 6 серии насколько я помню плавность ходу этого автомобиля как была на высоте так она принципе осталась шумоизоляция над этом над этим немного поработали добавили шумопоглощающие маты карты дверей подверглись небольшой доработки и в принципе в целом это дает хорошую картину следующий момент который меня порадовал это удобство посадки наверное все владельцы порт экспорта понимают о чем я говорю первых это широкий дверной проем удобно запрыгивать в этот автомобиль выходить из этого автомобиля есть электропривод педального узла и есть электропривод рулевой колонки по четырем направлениям но к сожалению немножко обделили я не прав а нет я не прав есть подогрев руля также добавили здесь климат-контроль для сидений сейчас все сразу говорят что такое климат-контроль для сидений как он работает вообще это такая очень интересная система если в обычных автомобилях премиум-класса вы видите подогрев и вентиляцию сидений что такое вообще вентиляция она подразумевает то что просто дует воздух он слегка наверно прохладный а тут сидение именно с кондиционером то есть дует опять таки не прохладный торт у нас дорожный здесь не прохладный ветер а уже прям леденящий воздух и охлаждаетесь затем здесь добавили немножко плоско в плане вставок двухцветный пластик вставки под дерево надпись explorer также решетки радиатора и на крышке багажника в целом конечно создается какой-то уют сейчас лежачий полицейский хорошо мы проходим отлично и крутящий момент вот сама полка крутящего момента наверно вот с двух тысяч до четырех тысяч вон весь реализуется и цифровой тахометр вот он электронная приборная панель знаешь марсель вот чувствуется что двигатель немножко вот задушен потому что даже вот с низов он так с таким натужным все стандарты евро четыре да вот прям эти я уже вижу эти катализаторы все это тему конечно очень жалко хочется попробовать и турпированный вариант за 350 лошадок сейчас у нас тоже качество дорожного платно оставляет желает лучшего как мы это все преодолеем в принципе я даже могу сказать что подвеска немного жестковата да? жестковата ну и за счет чего она стала жестковата потому что все таки здесь увеличили радиус дисков так если я не ошибаюсь 18-ый диск сейчас здесь стоят 20-ый радиус 20-ый парни сразу оценят стало жестче если бы конечно еще добавили сюда адаптивные амортизаторы я думаю ситуация бы изменилась лежачие полицейские приходится проходить мягко говоря оттормаживаясь по максимуму потому что любая кочка любой микропрофиль асфальта на вашу пятую точку отдается очень хорошо даже в некоторой степени это раздражает я думаю для американских хайвеев это самое то но для наших разбитых дорог это просто раздражающий фактор итак друзья вот эта система синк дисплей это у нас главное меню здесь у нас телефон мультимедиа развлечения и установки для климат-контроля телефон здесь у нас отображается ищите синк на вашем устройстве и выберите синк после нахождения клавиатура для набора соответственно различные источники для аудио амфм cd вход usb bluetooth sd-карта вход aux безусловно здесь у нас различные опции для мультимедийной системы такие как настройки для звука средние и высокие частоты все прекрасно работает настройка для часов затем настройка для экрана автозатемнение различные режимы можно изменить обои также подгружать их с любого носителя настройки для автомобиля основные настройки для системы все прекрасно работает это язык голосовое управление интерактивный режим и так далее медиаплеер навигация телефон wi-fi если мне не изменяет память можно соединить до четырех гаджетов соответственно в общем система очень занимательная помощь лицензии на программное обеспечение и так далее теперь я предлагаю просмотреть информацию по климат-контролю подогрев сидений как видите вентиляция три ступеньки подогрев руля регулировка для температуры различные зоны автоматический режим климат-контроль для второго ряда сидений также очень удобная вещь в таком режиме все отображается слегка конечно потормаживает эта система календарь есть также есть приложения различные где ваше текущее положение на карте и вот здесь у нас физические кнопки это камера переднего вида как видите также 180 градусов у нас есть обзор парковка осуществляется отключение датчиков парковки настройка климатической установки управления аудиосистемой подогрев вентиляция надпись sync парни из microsoft здесь постарались sd-карта usb прикуриватель шестипенчатый автомат соответственно спортивный режим подстаканники подсветка контурная потрясающе смотрится особенно ночью здесь у нас режимы помощь при спуске вещевой отсек салонное зеркало заднего вида с автозатемнением подсветка чтобы закрыть здесь шторка имеется электролюд также надпись экспортер салона как видите надпись экспортер имеется электропривод складывания соответственно электропривод крышки багажника датчик света и датчик дождя здесь у нас подрулевые лепестки переключения передач четыре стрелки кнопка ok цифровой тахометр здесь датчик давления в шинах спидометр запас хода и так далее различные предустановки адаптивный круиз-контроль здесь доступен также четыре стрелки вот для этого дисплея это развлечение как видите информация по аудиосистеме навигация и информация для телефона синк так сейчас нужно выйти из этого меню пожалуйста назовите команду помощь главное меню произнесите название устройства например телефон климат-контроль usb cd-плеер или радио чтобы получить помощь по определенному устройству произнесите название устройства и помощь например телефон помощь прервите диалог в любой момент при помощи кнопки голосового управления на руле телефон всегда активен поэтому вы можете сказать например позвонить Ивану Петрову чтобы прослушать ведение вашу систему скажите голосовые инструкции Главное меню назовите команду отменить отмена очень элегантные ручки электропривол сиденье здесь поясничный подпор по четырем направлениям спинка надпись экспорта надпись экспорта кстати сейчас наверное как раз продемонстрируем вам пожалуйста вот таким движением открывается здесь также есть кнопка чтобы закрыть третий ряд очень легко трансформируется покажешь нам трансформацию Марсель складывание так все происходит и затем откидываются спинки подголовники у нас находятся вот здесь отдельно это замечательно подсветка здесь и розетка чтобы сложить подголовники все очень просто форсунка омывателя она вот здесь предусмотрена у нас для российской версии так скажем в кавычках российской адаптации это защита картера установлена стальная и насколько я помню передний связь он чуть-чуть побольше чтобы как-то геометрическую проходимость увеличить в этом автомобиле хоть как-то угол въезда и съезда дать побольше потому что все равно так или иначе потенциальный владелец этого ну так скажем большого внедорожника в кавычках он будет пробовать этот потенциал эти вот сиденья да я так не смог закрепить штатив второго ряда оно выше это конечно и хорошо потому что пассажиры второго ряда будут находиться немножко выше точек может даже это по лучшему третий ряд откровенно говоря очень тесный только детям можно посадить третий ряд больше для детей несмотря на то что второй ряд у нас имеет и продольные регулировки спинки все равно удобную позицию подобрать очень сложно трансформация просто волшебная третьего ряда благодаря электроприводу пять секунд сложить пять секунд разложить все по аудиосистеме марсель просвети нас сколько здесь динамиков я не считал честно скажем честно я тоже не считал но я думал где-то порядка 8 динамиков здесь есть точно может даже и сабвуфер в багаже потому что я на задней двери тоже вижу колонки есть небольшие двери с каждой стороны наверное есть сабвуфер у меня настроенных здесь там скорее всего 9 да 9 даже получается 9 но я думаю просто фанаты марки расстроятся но зато классная управляемость шумоизоляция драйверские задатки это как минимум вот такие плохие дороги сейчас у нас так сейчас давайте попробуем какой нибудь трек низкие высокие частоты выставить azi наверно кроме плачевным состояниям здесь дороги у нас вообще非常 soft слов нет просто сложно описать ну давайте хотя бы вот этот трек Надеюсь, микрофон камеры передаст, что это такое, как оно все звучит. Вполне неплохо, есть ограничитель на частотах, чтобы колонки просто не выпрыгивали и динамики не разрывались. Звучит сочно, как раз, я думаю, для штабной системы самая то. Давайте попробуем пару, наверное, живеньких ускорений. 8,7 км у нас до 100 км в час идет по паспортным данным. Давайте здесь небольшое ускорение попробуем. Смотри, у нас стрелка, тахометры электронные слегка так отпрыгивает оборот. Значит, потом возьмем. Так, давайте без отключения системы стабилизации. Ну да, уверенно, с 4000 км. Вторая вот, давай, третья. 110 км у нас, штаб вполне за 87 км разгоняется. Переключение. Прям до отсечки стараемся. Здорово, ускорение. Порадует. Тормоза довольно цепкие. Вы знаете, в поворотах, наверное, раскрывается потенциал этого большого. Но у внедорожника как бы нелепо это не звучало. Жесткая подвеска здесь играет только в плюс. В плюс, да. Потому что очень быстро. Это как заряженный Ford Focus ST. Наподобие того, что нужно сделать версию Ford Explorer ST. А что, поставить сюда компрессор 5 литров и горячие парни просто будут разбирать ослабление. Да, да, да. Ускорение очень динамичное. Даже с 80, с 90. Приятный такой звук. Очень приятный. Тормоза, да, да, да. Я думаю, если три ряда сидений и сзади дети, они просто будут нереально довольны такими ускорениями. С динамикой этого автомобиля все хорошо. Конечно, не вжимает вас в спинку, но очень адекватная динамика для практически двухтонного автомобиля. С загрузкой даже и больше. Давайте еще попробуем бодрое ускорение сделать. Вполне адекватно автомобиль едет. Давайте попробуем. Знаете, у нас режим D. Давайте пробуем в режиме S. Я думаю, он будет перещелкивать намного быстрее. Или все-таки воспользоваться подрулевыми лепестками. Я думаю, режим S сделает это быстрее, да? Удерживать обороты. Сейчас пробуем до отсечки в режиме S. Поехали. Вот, да, 6,5 уже полностью, почти до отсечки. Третье. Вот 100. Вполне уже резвее. Четвертое. Давай, переключайся. Вот так. Ух ты, какое доножное бодрое у нас. Да, очень-очень. Интересный разгон. Прекрасная шумоизоляция. Смотри, даже на скорости 150-160. Порывы ветра. Замечательно. Здесь установлена панорамная крыша. Сзади есть шторка. И очень интересная система. Здесь она называется Train Select, если я не ошибаюсь, да, Марсель? Вот эта шайба. Это называется выбирать режим. Multitrain. Я уже забыл, как она называется. Я, честно говоря, даже не знаю, как она называется. Multitrain Select. В общем, здесь есть шайба, которая помогает вам выбрать режимы. Это режим... Есть режим грязь-колея. Затем это песок режим и режим снег, гравий, трава и автоматический должен быть режим. Также контроль спуска есть. Вот и все. Есть автоматический режим. А, он называется нормальный. То есть, когда система сама что-то выбирает и подстраивается под дорожные условия. С одной стороны, я считаю это просто маркетинговым ходом, потому что никоим образом она вам не поможет, когда вы будете в песке, когда вы будете там, я не знаю, лазить где-то зимой. Потому что здесь нет блокировок, там, ни межколесных, ни межосевых. Ну, вот, как-то так. На автомобиле установлено 8 подушек безопасности. И, кстати, мне понравился центральный подлокотник. Вот здесь со стороны пассажира и водителя тоже затянут в мягкую кожу. Все просто идеально. Массаж сидений. Вы знаете, он, мягко говоря, работает очень громко, озвучно. Конечно, выполняет свои функции, но он раздражает. По большому счету он раздражает. Управляемость мне лично очень по душе, потому что такие спортивные настройки шасси, спортивные настройки рулевого управления – это находка в наше время, особенно у таких больших кроссоверов. Так что здесь все с этим отлично. Наверное, подводя итог по этому автомобилю, могу сказать, что он превзошел все мои ожидания. Во-первых, это динамические характеристики. Если вы едете медленно, расход вполне умеренный. Если вы любите зажигать, будьте готовы к 15, а то и 20 литрам на 100 километров пути. Очень порадовала меня головная оптика, фонари, конечно, крышка багажника, то, что имеет электропривод. Салон очень приятный, уютный. Вообще, этот автомобиль, как ваша крепость на колесах. Каждый день, я думаю, будет радовать своего владельца. Есть, конечно, нюансы, к которым приходится привыкать. Это система SYNC. Есть какие-то нелепые дешевые моменты в этом автомобиле. Такие, как пластик, да, вот цветный, он твердый. Он не скрипит, конечно, но хотелось бы, чтобы это было мягкое все. Вот, в принципе, наверное, и все. Отличный автомобиль по цене, качеству, по ресурсу. Звучание двигателя, конечно, на низких оборотах до 1000 вообще не слышно. Где-то 1500, две, такое бурчание, вот сейчас такое идет бурчание. И после четырех там такой звук, такой зверь вырывается. Всем огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это нововведение, это массаж для водителя есть и для пассажира. Притом различные области можно здесь регулировать, как видите. Такой звук он издает. Очень хорошо, при этом это все слышно. И вот сам массаж, в принципе, активация. То есть High и Low высокая ступенька и низкая ступенька для водителя и для пассажира. Что это, наверное, такие подушечки, которые то надуваются, то спускают там, я скорее всего думаю, воздух, да? Подкачка такая идет. Вот, в принципе, и все. Самый классный массаж, это массаж с эффектом горячих камней на Mercedes-Benz S-классе W222. Там действительно массаж, и здесь, ну, ладно, есть, пускай он будет, вот. Так, скажем, чуть кровь разогнать. Да, хоть никакой, ну, какой-никакой, но массаж. Вот, поэтому все равно приятно, что у тебя есть автомобиль и массаж. Система Sync слегка все-таки есть вот при нажатии. Вот что мы сейчас ждем, да? Сейчас только выходит вот 2-3 секунды, а задержка, она присутствует. Как-то вот в таком режиме все работает. Бардачок не показал. Здесь огромный, с подсветкой, и обит он у нас тканью. Две полки имеются. Вот, второй ряд сидений, он тоже очень просторный. Трансформация и панорамная крыша. Трансформация и пакет килограмм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...